Как уже Юра сказал перед читкой, это вторая пьеса «Исмаила», которая попала на Любимовку. То есть первый раз это было в прошлом году, пьеса «Big in Japan». И вот если кто помнит ту пьесу, может догадаться, что эти пьесы связаны друг с другом. Есть там одна деталь, одно событие, которое их связывает. Но Исмаил может об этом потом рассказать, если вы не поймёте. И вообще мне кажется, что это какая-то единая вселенная, которую выстроил Исмаил в этих произведениях. Это такая вселенная, где показывается жизнь бакинских япи, наверное, так можно это назвать, полная горечи и иронии. И всё это мне, лично мне, как-то по духу, может быть, такая странная ассоциация, напоминает произведение молодых рассерженных британцев. Вот было такое движение, если кто знает, конца 50-х годов в Британии. Как раз такие вот истории о каком-то вот таком тихом бытовом бунте молодёжи против диктата взрослых. И они вот такие истории полны какой-то тоски и отчаяния посреди патриархального застоя. И вот я вспомнил роман «Путь наверх» Джона Брейна, где главный герой сталкивается с похожей коллизией, выбор по расчёту, то есть брак по расчёту, либо решить по совести. Вот, и ещё одна такая вот мне запоминается деталь в этих пьесах, в этой пьесе в частности, у Исмаила, уже, наверное, такая фирменная черта, в его текстах энергия, она как будто спрятана. То есть тексты полны какой-то скрытой энергии, какого-то внутреннего сильного напряжения, которое проступает наверх очень незаметно. И мы видим вот как будто какую-то лёгкую рябь на поверхности. И в этом смысле, конечно, такая вот интересная работа с подтекстом, такая вот по-чеховски, да, когда, ну это знаменитое, да, когда люди пьют чай, да, в это время рушатся судьбы, меняются жизни. И вот мне кажется, это тоже особое свойство вот этой пьесы. Интересно, вот мне мистическая-историческая линия, конечно, вот, ну мне как человеку, связанному с Казахстаном, это особенно близко. Жаль, конечно, что никто не хочет Казахстан, судя по пьесе, но таковы реалии. Ну что ж, давайте начнём высказывать, кто готов. Да, Юра Шихватов, арт-директор фестиваля. Да, здравствуйте, ещё раз. Я вот с большой радостью сейчас послушал. Я, когда начал говорить, что не слышал, мы же слушали на первой читке, правильно, эту пьесу? Да. Почему-то у меня какое-то, это не значит, что читка была плохая, значит, что как-то где-то я был, видимо, в другом измерении. Прекрасная, во-первых, читка, Серёжа, спасибо большое, мне кажется, ну, это такой непривычный и для любимовки, и вообще для современной драматургии по объёму текст, и он сначала может испугать, что, ну, такой прям большой, массивный и так далее. Но вот читка в очередной раз продемонстрировала, что, ну, конечно, там всё на своих местах. Вот, там, ну, то есть исправиться с такой задачей, конечно, ну, очень непросто, в смысле, для драматурга, чтобы такой объём текста, его не утопить в постоянных пробуксовках, ну, то есть Исмаил понимает, для чего он пишет каждую из этих сцен. Вот, ну, наверное, я так понимаю, что во время лаборатории вы же как-то это с кураторами обсуждали, да, ну, то есть разбирали пьесы, ну, в смысле, процесс написания, но, ну, понятно, что кураторы не только помогают, то есть это задача драматурга. И это примечательный факт, потому что действительно не так много таких пьес, и я вот садел всю читку, думал, очень интересно было бы посмотреть, это же такой прям, может быть, полновесный большой спектакль, ну, то есть это же прям, вот это же всё нужно поставить. И здесь, ну, понятно, что при работе над спектаклем режиссёры с драматургом всегда обсуждают, да, какие-то там детали уже постановочные, но было бы очень любопытно посмотреть, как это всё реализовать, вот это же очень прекрасно. И ты вспомнил про Чехова, действительно, ну, то есть такие вот очень вроде бы бытовые, да, штуки описанные, а там постоянно что-то происходит. И это большое достоинство этой пьесы, именно поэтому её интересно слушать, её интересно читать, потому что, то есть нет, ну, по крайней мере, я вот на слух, ну, и при чтении не обнаружил прям совсем каких-то проходных сцен, которые можно, да, ну, типа это вычеркнем. И то, я так понимаю, что при работе над читкой вы, Серёжа, как-то сокращали, да, текст? Нет? Ремарки. Вот, ну, тем более, потому что здесь это не сокращенное. В общем, да, спасибо большое, я очень рад, что Исмаил второй раз уже на Любимовке, и я, это особенно приятно, потому что я так понимаю, что не самое большое комьюнити и сообщество драматургическое в Азербайджане, ну, то есть это... Да, вот, и, конечно, ну, то есть, когда ты находишься в какой-то среде, всё равно это даёт дополнительные толчки, ну, когда вот тебе вокруг постоянно, да, то есть там, вот в Москве, в Питере, в Белоруссии, опять же, да, вот мы вчера говорили с ребятами, ну, всё равно традиционно, там, белорусская школа драматургии, она очень сильная, и всё. Вот, и то, что Исмаил вот настолько качественный продукт выдаёт, работая, ну, то есть, достаточно не... как не способствующая для этого среде, в смысле, ну, не способствующая, ну, то есть, без дополнительного помощи от комьюнити, это очень здорово, и Исмаилу ждём пьесы ещё следующие дальше. Пиши, пожалуйста, ещё. Спасибо, вот там была рука. Да, бегу. Вот девушка. Это не вижу. Нет-нет. Привет. Это Зухра, да? Не вижу. Зухра Яникова, драматург. Да, всем привет. У меня вопрос к автору возник. То есть, в течение всей пьесы у нас есть противостояние двух семей, одна как бы представляет такой консюмеризм, чинушную такую сытость, а вторая — чувственные художественные ценности. И у меня немножко возник диссонанс вот в конце, когда он общается с барменом, и он начинает перечислять вот эту вот балийскую сытость как картину, ну, как какой-то райский мираж. То есть, у меня из-за этого к персонажу неоднозначное, ну, от персонажа неоднозначное какое-то ощущение возникло. То есть, он вроде как вот рифмует сам для себя бесконечность в Роус-России, бесконечность в товарных вагонах и критикует вот эту вот жажду, да, как можно больше насытиться. Но потом он все равно как-то вот мечтает себя поместить вот в это сытое пространство. Ну, может, я, да, неправильно поняла. Я бы хотела, чтобы вы поделились своим ощущением. Спасибо. Нет, он не мечтает. Я как раз сегодня размышлял, потому что периодически получаю такой вопрос, к чему этот, собственно, монолог, большой, длинный и детальный очень. Мне кажется, он прощается с этим. То есть, у него очень много информации об этом. Это она выглядит немножко абсурдно, потому что, не будучи там все это знать так подробно, это немножко, ну, какая-то такая фантасмагория. И, но, как бы, это объяснимо, потому что Амина ему все это время все это рассказывает, рассказывает, и он это все узнает уже наизусть. И он, как бы, это все проговаривая, он уже решил все для себя, и он прощается с этим. Потому что после Бали ничего не будет, потому что, собственно, и Бали не будет. Вот так. Спасибо. А вот да, была рука мощная. Здравствуйте, Дмитрий Драматург. Я хочу сказать, что очень-очень-очень похожа пьеса на Big in Japan четырьмя персонажами. Это главным героем, его девушке, мамой и его другом. Они очень-очень сильно похожи, и меня резал, очень резал слух о том, что они постоянно говорят те истории, которые нужны автору. Это про поезд и про Казахстан, ну, то есть одну и ту же вот эту тему. Это сильно режет, это выбивается, хотя актеры пытались на этой читке очень сильно это сгладить, это хорошо, и читка была хорошая. Я это говорю, потому что мне очень сильно понравилась пьеса Big in Japan, потому что я думал, что написал ее тот 25-летний парень, примерно такой. Но я очень был рад, что это вы. Спасибо. Спасибо. Оля, потом Петр. Кто еще? Ольга Тараканова. Отборчивость фестиваля. Я очень ждала читки, потому что я слушала читку в январе. Мне было интересно, как можно по-другому прочитать эту пьесу, и у меня поначалу создалось ощущение, что никак по-другому невозможно, что вот настолько сильный текст, что он приводит к какому-то единому режиссерскому прочтению, и вот одинаково не. Потом я поняла, что это прям суперразные читки с суперразными акцентами, и тут я подхвачу, может быть, то, о чем начала говорить Зухра. Я прошу прощения у всех, кто сейчас дальше будет слушать, кто не слышал читку в январе, но ее можно в записи посмотреть, читку в проекте «Дисциплина», в рамках которого пьеса была написана. Здесь у меня было такое ощущение, что взят фокус на главного героя, сделана какая-то очень мощная и очень, ну такая, невозможно сопротивляться той линии, которую вел Рашид, ну вот такого человека, который как бы все время находится в каком-то внутреннем сопротивлении, в преодолении себя по отношению к этому, этой неродной для него среде очень богатых людей, элитного класса, его все время так типа подтряхивает. И все остальное, ну как бы это настолько выпукло сделано, что все остальное отходит на второй план, становится вторым планом, и это абсолютно уместное прочтение, которое, ну опять же, определенным образом расставляет акцент. Я остаюсь только с главным героем, меня волнует только главный герой, я соотношу себя только с главным героем. И да, в этот момент на самом деле я тоже упираюсь в противоречие, о котором Зухра говорила, и оно для меня тоже подвисает. В том, как читку делал Антон Хитров в январе, были другие акценты в том, что главный герой был сильно-сильно-сильно более противоречивым, мне кажется, в том, что там было ощущение, что у Фарида есть свой кайф в том, чтобы встраиваться в эту среду, что он какое-то удовольствие от этого тоже получает. Это очень сомнительное для него удовольствие, он очень с большим подозрением его переживает, но у него получается. Вот здесь я видела Фарида, у которого не получается, у которого все внутри типа встает против, и это классное решение, оно очень какое-то реалистичное тоже. Но и у Антона было реалистичное решение, где главный герой супернеоднозначный, а, например, его невеста решена была гораздо более объемно. То есть тут я слушала и думала, вау, а ведь можно было совсем по-другому прочитать. И текст, в принципе, дает такую, получается, дает право так читать, что это прям какая-то совсем, ну, типа, все не очень хорошо у нее с головой. Другая постановка по министерству, другая постановка, другие актеры, каждый урожай по-своему. И как, подождите. Так, дойдет очередь, я в конце дам слово актерам-режиссеру. Сильная реакция. Я абсолютно не имею в виду, что что-то лучше, что актеры лучше. Я сравниваю и говорю о том, какие возможности дает текст, что он в себя впускает, а что он в себя не впускает. И мне неприятно, что вы врываетесь в мою реплику, хотя я держу микрофон, а вы начинаете кричать, и вы смеете, у меня это дико неприятно. Я не хочу продолжать, извините. Да, друзья, да, давайте высказываться по очереди, все-таки не перебивать друг друга. Кто был в опросе? Петр, Петр, очень, да. Петр, только коротко, у нас лимит, к сожалению. Ну, не умею я коротко, что-то взялось. О каких-то мелочах я скажу вам, уважаемый Исмаил. Там вот уже фойе, поэтому о мелочах не буду. Вот что заметил. Очень насыщенный текст. Насыщенный событиями – это то, о чем? Насыщенный лексикой, фразеологией. Вот это вот богатство языка. Я тоже увидел чеховское, но где я чеховское? Услышал и увидел. Вот этот кусочек льда посреди монолога Абая. Я вспомнил вот ту луну, отражающуюся в осколке стекла. Это вот метафора чеховского масштаба. И вот это вот столкновение бесконечности на сиденье безумно дорогого автомобиля, и этот символ бесконечности на вагоне, вот это вот соединение, вот это перетекание, как по ленте Мебиуса, с одной стороны на другую, по-моему, это замечательное решение. Здесь я увидел столкновение вот чего. Столкновение гидонистического и высокой духовности. Может быть, не противопоставление, а именно столкновение. И вот этот ослепительный блеск бриллианта, желтого бриллианта, ослепляющий блеск, непонятно, главный персонаж этим ослеплен и будет так же наслаждаться прелестями жизни, как то окружение, в которое он может попасть, или же это вызовет у него отторжение. Герой на перепутье, персонаж на перепутье. Вот, мне кажется, смысл этого. И то, что автор оставляет для зрительских размышлений, вопрос о том, а что же будет дальше, это тоже очень здорово. Очень много еще могу сказать восхищен работой Сергея как режиссера, Сергея, которого я знаю как замечательного артиста, и вдруг замечательный режиссер, приятное для меня сегодня открытие. И просто восхищение артистом. И вы знаете, еще чуть-чуть по себе знаю, как это дорого, какая-то бесхитростная вещь, которую ты хранишь, как память о прабабушке. Как я подарил недавно племяннице в один из ее дней рождения вышивку 1880-х годов. Бесхитростную совершенную, сюжет какой-то такой простенький, незамысловатый. Но это вот одно из немногих свидетельств памяти о тех временах и о тех людях, которые были в семье тогда вот давно прапрапрабабушки Евгении Александровны. И я знаю, что это будет бережно храниться в семье и будет передано потом еще прапрапраправнукам. Меня это очень тронуло. Спасибо. Вот это колечко! Спасибо. Да, еще вот два мнения. Алексей Стрельников был раньше. Алексей? Спасибо за читку, спасибо за пьесу. Мне кажется, мне вот Виктор Розов больше в ней увиделся, потому что вот очень простой сюжет и при этом очень четкая моральная ситуация, очень четкая моральная позиция у нас зрителей, которые смотрят на это все. То есть мы можем в той или иной степени видеть противоречивость героев, но их плохие поступки в этом противоречии, они для нас очевидны. Я скажу, меня вот что поражает, то что герои очень много существует не в моменте. То есть там очень мало говорится про Азербайджан, а много говорится про античность, про Бали, про Лондон, про все. Такое ощущение, что они вот почему боятся они этой реальности азербайджанской. Единственный персонаж, который существует здесь и сейчас, это хозяин винного винотеки, и он потрясающий. Мне кажется, это еще одна такая роль не знаю, какого-то бога Демюрга, который дает тебе возможность поступить хорошо. Еще раз спасибо за читку. Спасибо. Здесь края еще два момента. Нина Беленицкая. Можно? 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 Секунду, секунду, секунду. Нина Беленицкая, арт-директорка фестиваля. Мне хочется уже очень быстро поговорить о том, что я бы назвала эту пьесу буржуазным театром, причем в хорошем смысле слова, безоценочным. Существует такой жанр, когда-то это была мещанская пьеса, пьеса, в которой сталкиваются два социальных круга. И что меня очень здесь зацепило, это то, что есть во втором плане некоторый стыд, который есть в герое, вот это искушение, с которым он сталкивается, и этот стыд не проявлен, он спрятан где-то очень далеко, и это, мне кажется, очень близко людям, которые причисляют себя к среде художников, творческих людей, когда начинается какая-то взрослая жизнь, покупка холодильников, квартир, как будто ты размениваешь обещания, данные кому-то или чему-то на такие простые человеческие ценности, а уж если это искушение велико, то соответственный выбор как будто бы определяет твою судьбу. Мне кажется, что эта пьеса дает замечательный ответ на этот вопрос, и как мне кажется, это одинаково интересно и буржуазные публики, которые могут прийти на модный красивый спектакль, потому что напрашивается это такой европейский стильный театр, так и другой стороне, которая как раз причисляет себя к художникам, у которых вот эта дилемма. И да, я тоже это считываю как универсальную историю, при этом есть вот этот некоторый флер той среды, в которой живет автор. Мне кажется, это очень украшает пьесу, что она не про абстрактных неких усредненно европейских людей, хотя она могла бы быть такой, но есть вот этот очаровательный антураж азербайджанский такой. Спасибо. Да, еще два последних мнения. Вот мужчина и потом. Так, там как-то Цовиковская была. Вот, потом туда перейдем. Все, хорошо. Да, вот. Меня зовут Эмиль, я из Баку. Я очень благодарен Смаилу за то, что я здесь оказался. Я очень благодарен актерам, что я это действие услышал, увидел. Это потрясающе. И кроме благодарности, я бы хотел отметить такой момент. Возможно, я единственный человек, который совсем по другим углам видит это произведение. Здесь очень много символики, мало кто заметил этих дивов. Вы знаете, это персонаж такой мифический, и все это действует сказка. Мы понимаем, что на самом деле здесь реальности нет. И нет никакой дилеммы, и нет никакого выбора у главного персонажа. Он пойдет туда, куда ему велят. Нам все это известно. Но оставляет Исмаил момент, что мы можем кто-то допустить, что все изменится, все будет идеально. Но такого не бывает, к сожалению, в нашей жизни. Кроме того, здесь как раз очень серьезно молодой человек сказал, что не отражен Азербайджан. Здесь великолепно отражена история Азербайджана. К сожалению, Молох, который попадает в эти жернова, в которые попал Азербайджан, когда ссылали в Казахстан, он не прекратился. Сегодня этот Молох это те персонажи, которые пьют вино, нюхают сигары. Возможно, есть надежда, что прошли через вот эти высылки, возможно, через это пройдем. Тут много трагичного, что мы видим, я могу долго говорить, я волнуюсь. Я очень рад, что есть наш Исмаил, потому что Исмаил, еще хотел бы ответить насчет того, что Исмаил не в той среде, и ему сложно, на самом деле нашей общей средой. Слава Богу, что после того, как развалился союз, появился интернет. Благая сторона, что русскоязычный народ, те, которые любят русскую литературу, а я считаю, что это русская литература, Исмаил, по-моему, очень достойный последователь известных русскоязычных авторов, как Ибрагимбеков, Натик Расулзаден, ну и так далее, не буду всех перечислять. Я очень горд тем, что здесь присутствует мой земляк, и я смею надеяться, мой друг. Спасибо тебе большое, Исмаил. Спасибо. И давайте последнее высказывание. Юля Савяковская, драматург. Спасибо большое зачитку. Много прозвучало мнений. Два, мне кажется, очень сильных аспекта стиля автора это визуальность пьесы. Вот, наверное, первый раз даже за много читок так четко представлялись детали, что даже казалось, не нужно еще о театральных потом каких-то сценических решений, потому что они почти как в кино представляются в голове и по винотеке, и по квартире, и по тем видениям, что есть у героев. И у главного героя, и у отца, кстати, тоже себе воображающего какие-то миры, как Юлий Цезарь, вот у него какой-то свой мир, как бабушка, мне кажется, такой дух Юлия Цезаря с ним, вот эта яркость, и вторая, мне кажется, сильная характеристика, она уже была в «Биген Джампену», это наблюдение социальное, и мне кажется, да, она, мне кажется, схожа с предыдущей пьесой, только тем, что вот очень сильно показано это социальное воображение героев, они все хотят быть не там, где они есть, и это, кстати, всегда в теориях о миграции считается первым стимулом для миграции, это вот представление о ней, и они все воображают в себе очень много мест, и да, вот об этом я думала, я вспомнила пьесу «Демоны» Ларса Норрена, то есть, вот, наверное, соглашусь с Ниной, что это пьеса о проблемах нового среднего класса, upper-middle-class, ну, наверное, чуть-чуть характеристики вот этой черно-белой для меня были излишними, вот, семья отца, мне кажется, чуть-чуть я не верила в такую вульгарность, потому что опотребление и Rolls-Royce, может быть, не обязательно, это такой уж низкий консумеризм, есть много людей, которые все это потребляют, но, может быть, чуть-чуть более нюансированные и тонкие, вот, и еще вспомнила, наверное, вампилова «Ути на охоту» в связи с главным героем, ну, вот, наверное, много замечаний, каких-то много отсылок, спасибо за текст. Спасибо, да, и режиссеру. Извините, тут вопрос из чата, и Алексей его озвучит. Александр Подольский спрашивает, документальная ли история бабушки про поезд? На самом деле нет, ну, естественно, такие примеры были, и какие-то детали, деталь про камни, в которые бросали казахские дети, это мне рассказывали, это правда, но все остальное, это такая придуманная часть. На самом деле, историю про кольцо мне рассказали еще в 2015 году, я ее запомнил, что я ее как-то использую, и вот спустя 5 лет эта пьеса стала писаться и нашла свое применение. Про камни, кстати, я добавлю, это вообще уже хрестоматийная такая история, которая стала мифом в Казахстане, и на самом деле, если не ошибаюсь, это случилось с американкой, которая была в лагере в казахстанском в 30-е годы, по-моему, и она вот уже такая, тиражируется уже из, ну, как бы вообще вот в сознании, в общественном Казахстане, и там вот эти камни, это на самом деле, ну, у тебя в пиесе хлеб, да, вот, а так это сушеный творог, курт, вот, если кто знает, это так вот белые камешки, они очень похожи как раз вот на камни. Так, и слово режиссеру. Слушайте, спасибо вам всем, что мы, потому что как-то думали, как, это 54 страницы текста, в 13 все уснут, и я еще говорю, включайте видео погромче, они хоть проснутся, вот, но я вроде так поглядывал, вроде никто не спал, а хочу, как вас зовут, простите, Оля, Оля, простите, пожалуйста, что мы так влезли в ваши бесцеремонно, просто это актерское бывает, когда начинают, и ты вроде, и так и не тебя-то критикуют, и больше, ты вообще не критикуют, но тебе прямо вот, простите, мы не специально. я просто говорил, и всем актерам, актрисам, в частности, что не надо делать из них дур, они не дуры, здесь никто вообще не дурак, они могут быть чуть-чуть недалекими, но это не дурость. Исмаилу, спасибо большое, я когда прочитал этот текст, и я Исмаилу сказал, я говорю, мне не хватает действия, как актер, который привык играть на сцене, мне нужно было действия. Конечно, теперь оно так для меня там появляется, и это, наверное, хорошо, и даже для меня сначала это было больше как киносценарий, а теперь Юра там говорил по поводу театра, и вот сейчас уже, наверное, здесь сидя, я себе так немножко представляю, если бы я ставил это дело, что, ну, наверное, я смогу это теперь поставить в театре. Возникают какие-то картинки, как это можно сделать в театре, бодренько, живенько, из действия. Спасибо всем артистам. Исмаил. Спасибо. Я хотел эту пьесу написать именно вот про такое социальное расслоение, но все говорили, что вот прошлая пьеса «Pigain Japan» получилась такой душевной. Здесь мне хотелось именно поиграть на таком поле, где все очень иронично, в какой-то издевательской манере такой, где все немножко чересчур. Мне все-таки кажется, не кажется, я как бы, когда писал, был уверен, что этот герой соскочил, он не остался. И мне этот персонаж, главный герой, именно нужен был таким, у которого есть соблазны, и ему комфортно, естественно, в этой среде, и он знает, что будет классно. Но эта пьеса еще в том числе, а вот там есть мотив сексуального подавления, и он явно озвучивается в финальном аналоге, и мне нужно было, важно было, чтобы герой это сохранил и не сдался. То есть, несмотря на все эти соблазны, он остался верен себе и своей семье, и шараф, тетушка Шараф, это означает с азербайзанского честь, то есть, такое говорящее имя. Вот. Я очень рад быть здесь. У нас получилась такая красивая закольцованная история, потому что, как сказал Алжас, две пьесы, «Биган Чапан» и «После Бали», они связаны, потому что в той пьесе упоминалась высотка, которая закрыла вид с крыши, на которой тусили главные герои, ребята. И именно эта высотка, которую построил Ильяс. Ильяс, кстати, был классный, спасибо всем актерам, но Ильяс был классный. И... И сцена на балконе, у меня был дискомфорт, простите. То есть, наоборот, спасибо. Вот. Да. И у нас такая закольцованная история получилась, потому что в прошлый раз вот Елена читала на той читке одну из героинь, у нас такое закольцованное все такое, и у Алжаса я снова вижу, и нас связывает тоже Казахстан в этой пьесе, и все это так очень, очень все близкое, такое родное все. Еще я хотел эту пьесу написать, чтобы... чтобы слышать, как российские актеры на сцене Театра Современник кричат «Азербайджан инда хаус!» Я, конечно, высмеиваю эту фразу... Сейчас я вернусь к этому. Я, конечно, высмеиваю эту фразу, потому что она... ну, как бы... ну, то, что ее там покупают за деньги где-то... ну, ну, зачем? Ну, она все равно звучит, и я тоже здесь, и... и звучит она бесплатно, без регистрации и смс. Вот. И да, я хотел еще эту пьесу написать ради той реплики тетушки Шараф. И спасибо эстонским хиппи за то, что у них все получилось. Вот. И... и... вы делаете, ребята, классный фестиваль, Любимовка классная, здесь замечательная атмосфера, это... я очень рад приехать, потому что в прошлом году не получилось. И в том числе, наверное, поэтому я еще написал эту пьесу, чтобы приехать еще раз, и уже границы вот открыты, и я здесь. Спасибо. Вы делаете классный фестиваль, я уже повторяюсь. Вот. И... не сочтите за наглость, я уже немножко привык к формату читок в российских городах. Это сегодняшняя читка этой пьесы, например, третья после Новосибирска, о котором говорила Оля, и Питера, о котором говорил Юра. И... и я хочу спектакли. Так что... так что держайте. Спасибо. Спасибо. Вот вы сказали сексуальное подавление, уточните, пожалуйста, я не очень хорошо поняла. Потому что альфа-самец это яс, он давит. А. Альфа все-таки. сексуальное подавление всех, то есть он всех как бы хочет поиметь? В принципе, да. Ага, понятно. Потому что я тут думала, это вы про те месячные, которые вы так красочно описываете, или про что? Ну, спасибо. А вот эти про месячные, вы... почему вдруг именно эту тему вы выбрали? Вот чтобы... и что она подчеркивает? После обсуждения, можно сказать, что я ничего не могу сказать. Да, вот многим было... Да, спасибо. Спасибо Исмаилу. Еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ